Севастополь будет искать способы расширить перечень семей, которые смогут рассчитывать на получение бесплатных детских наборов молочных продуктов. В нынешних условиях подобное решение городскому бюджету не по карману. Как сообщил в Рио губернатора Михаил Развожаев, сейчас первостепенная задача города – закрепить и отладить работу нынешней меры поддержки. И уже позже на сформировавшейся базе продумывать методы ее развития. В планах свое производство, и для этого нужно реализовать инвестиционный проект. Если он будет реализован, может быть цена будет ниже, чем покупать у монополиста, условно, одного из больших брендов общероссийских. Все-таки всегда местная продукция бывает дешевле, если ее тут на месте производить и обеспечить ее закупку. И это позволит нам высвободить ресурсы на какие-то дополнительные диверсификацию или расширение категорий получателей. Что касается расширения самого перечня предоставляемых продуктов, Михаил Развожаев заявил, перед правительством поставлена задача изучить опыт соседних регионов и уточнить стандарты, которым должно соответствовать питание согласно установленным нормам Роспотребнадзора. Логистика очень непростая, чтобы обеспечить синхронные поставки. Поэтому сейчас эта инициатива реализована, она точно закрепилась. Мы понимаем, что уже те возможности, которые у нас есть, мы максимально их использовали для предоставления помощи нашим мамочкам и репетишкам. А дальше, конечно, этот проект будет развиваться. Резюмируя, временно исполняющий обязанности губернатора напомнил, что пока говорить о каких-то более крупных мерах поддержки в Севастополе сложно. Виной тому серьезная дефицитность местного бюджета. Тем не менее, руководство города постарается найти финансовые решения и по данному вопросу.